В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Активными темпами в Видном ремонтируют дорогу на Завидной улице. Учитывая, что будет потом хорошая дорога, я думаю, что и шум, и неудобства можно потерпеть. Новые театральные постановки от воспитанников в студии Актерского мастерства и творческого развития атмосфера. Сотни юных жителей приняли участие в турнире по стритболу. Этот вид спорта, в который можно играть на улице, он объединяет людей со всех дворов. В Видном ремонтируют проезжую часть на Завидной улице. Дорога была выбрана на портале Добродел. По итогам голосования жителей видят одна из главных трасс, которой ежедневно пользуются тысячи автолюбителей микрорайона. Тему продолжит Наталья Буслаева. Две бригады по пять человек, асфальтобетонный укладчик и два катка. Работы по приведению в порядок дороги на Завидной улице в самом разгаре. Пропускная способность на этом участке большая. Помимо потока машин по трассе проходит маршрут нескольких автобусов. Поэтому качество дорожного полотна здесь должно быть на высоком уровне. Неделю назад здесь были подготовительные работы. Сначала было фрезерование асфальтобетонного покрытия, выпрямление люков до нужного состояния. Дальше уже идет укладка асфальтобетона. Местная жительница Оксана Боброва, автолюбитель, очень довольна, что наконец-то приступили к ремонту проезжей части, которой она пользуется ежедневно. Я сама как водитель могу оценить проблему наших дорог. Вид нам особенно ямы колдобины. И сколько лет, уже 5 лет мы здесь живем, дороги не ремонтировались. Только делают заплатки посреди зимы с водой непонятно как. Это через месяц все сразу ломается. Поэтому это очень важно проложить дорогу. Работы не мешают. Тут нет особых пробок на этих улицах. Заторов нет. Но учитывая, что будет потом хорошая дорога, я думаю, что и шум, и неудобства можно потерпеть. Несмотря на то, что микрорайон новый, дорога длиной более километра не обновлялась 10 лет. Рабочим за несколько дней предстоит поменять асфальтобетонное покрытие на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что за каждым этапом ремонта следит дорожная лаборатория. На этом участке дороги проводится лабораторное испытание компании «Лабрадор». Они отбирают керны. Сейчас, на данный момент, они отбирают просто асфальтобетон для испытания его на предмет рецепта в соответствии. В дальнейшем будет отбираться керна уже на соответствие укладки полностью асфальтобетона. Все работы планируют завершить в течение двух дней. После «Завидной» начнется ремонт Советской улицы, где сейчас уже меняют бортовой камень. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Несколько театральных постановок представили воспитанники студии актерского мастерства и творческого развития «Атмосфера». В четырех спектаклях было задействовано 39 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Подробности у Максима Козлова. На несколько часов Видновский историко-культурный центр превратился в театр. Здесь состоялся уже ставший популярным майский отчетник, в ходе которого участники студии «Атмосфера» показали, каких успехов добились за год. С начала 20-го года существует студия актерского мастерства и творческого развития «Атмосфера». И за это время десятки ребят открыли для себя мир театра. Мне нравится эта студия тем, что я получаю навык актерского мастерства, мне это нравится, я люблю играть и уверенно чувствую себя на сцене. В этот раз зрителям представили четыре постановки, в которых было задействовано 39 детей в возраст актеров от 3 до 14 лет. Я довольна, что внучка этим занимается и внучка этим влечена сильно, и наша семья в это во всём влечена. Поэтому я хочу пожелать студии «Атмосферы» дальнейших успехов. Маленькие актеры уже прекрасно и органично чувствуют себя на сцене, а вот роль звезд пока не примеряли и перед камерой немножко стесняются. Я люблю играть роли, я люблю вообще сцену. Это моё... Нет. Я сегодня играю роль флера в спектакле «Буратины». На майском отчётнике также подвели учебные итоги года, наградили детей за успехи и достижения в кино- и театральной сфере. Максим Козлов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Стремительно приближается лето, и в преддверии этого замечательного сезона мы пригласили в нашу студию заведующую отделом обслуживания Центральной библиотеки Марину Андрианову, чтобы поговорить о том, как работает библиотека летом. Здравствуйте. Марина Алексеевна, библиотека – это уже давно не просто возможность взять книгу, это многофункциональный культурный центр, назовём это так. Что на самом деле ждёт читателей, посетителей летом? Что-то приготовили интересное? Ну, конечно, приготовили. Вообще, Центральная библиотека всегда славится своими мероприятиями. И кто ещё не знает, что у нас очень много всего интересного проходит от кружков до концертов, всех приглашаем. Но, конечно, в преддверии летнего сезона мы должны сделать небольшие объявления. Ну, во-первых, библиотека переходит на летний график работы. Мы теперь будем работать с понедельника по субботу с 11 до 7. Без перерыва на обед, в одну смену. Воскресенье – выходной. Запомнили. Это первое. Во-вторых, так как у нас, можно сказать, грандиозное событие, мы делаем ремонт в Центральной библиотеке, теперь у нас будет модельная библиотека. Сейчас уже ремонт идёт в зале и в фонде. И недели через три, то есть мы, конечно, откроемся 1 июня, да, то есть я имею в виду, перейдём на летний график, но где-то к концу июня мы, наверное, закроем уже обслуживание посетителей на книговыдачу. Надолго? Да, планируем до сентября успеть. Дело в том, что это достаточно большой труд. У нас 40 тысяч фонд, 40 тысяч книг, поэтому их надо как-то все связать, перенести с одного помещения в другой, отсортировать. Вы сказали модельная библиотека. Что это значит? Модельная, современная библиотека, где будут современные пространства, где можно будет прийти и со своим ноутбуком посидеть в красивом месте, в уютном, на подушечках, в прекрасных лаунж-зонах, для того, чтобы было какое-то местечко, где можно уединиться. Ведь иногда даже люди не отдают себе отчёт, что должны иметь какое-то своё свободное время и своё местечко. Иногда просто в квартире невозможно это сделать. Человек может просто взять, прийти, почитать книжку, поиграть, кстати, в настолки. У нас есть прекрасный клуб настольных игр. Без проблем. По пятницам приходите. Но, конечно, мы закроемся на книговыдачу, но кружки и некоторые мероприятия будут. Вы имеете в виду, что они будут работать и в июле, и в августе, да? Да. Значит, что будет? Во-первых, мы выходим на природу, как всегда. Каждый год у нас читающие скамейки. Читающая скамейка – это развлечение для взрослых и детей в Центральном парке. Наши сотрудники выходят по четвергам в 12 часов, встречаются около сцены и играют в разные квесты, в игры. Что-то познавательное привносят, потому что у нас всегда и Пушкинский день, и день шахмат и так далее. То есть мы знакомим, по какой-то тематике идет. Люди какого возраста могут прийти? Разного. То есть от 4 до 94. Приходите все весело всегда, потому что у нас библиотека резодорная и всегда готовы поднять настроение и, конечно же, что-то познавательное дать. Вот. Значит, что касается в самой библиотеке, остаются мастер-классы по четвергам в 3 часа дня. Анастасия Тернова у нас всегда готова. Прекрасные мастер-классы. Опять же, два раза в неделю будут VR-очки. У нас теперь еще VR-очки. Кстати, вот, Екатерина, вы спросили по поводу модельной библиотеки. Мы уже закупили частично оборудование. У нас уже есть караоке. То есть мы будем оказывать еще и услуги такого плана. Например, можно будет устроить праздник в библиотеке, детский праздник. Ну, хотите взрослый праздник, пожалуйста, караоке. Мы можем помочь провести этот праздник. Ну, не скажу, что мы прям аниматоры в чистом виде, да, но будем помогать. И сценарии делать, и, в общем, как-то вот, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Марина Алексеевна, есть еще такая акция с книгой в лето. Расскажите, пожалуйста, что это? Ну, с книгой в лето это акция Центральной детской библиотеки. Смотрите, пожалуйста, в соцсетях афиши, что это такое. То есть они сначала проводят ряд мероприятий, а потом общие мероприятия в парке. Тоже нужно следить за афишами, когда это будет. Это тоже будет летом. Что еще будет в афише, вот, получается, в июне, в большей части? В июне у нас остается все по плану. Мастер-классы, кружки. Ну, некоторые кружки, конечно, уже уходят на каникулы, конечно же. Да, потому что, ну, сложно это все совмещать. Люди уезжают в отпуск, кто-то на дачу. И, конечно, собрать массово людей очень сложно. Вот, ну, мы будем стараться. Пушкинский день будет, будет беседа о Пушкине 6-го числа. Я всех приглашаю на свой творческий вечер. Это будет грандиозное шоу. Когда? Состоится шоу 10-го июня в Историко-культурном центре в 2 часа дня начала. Это будет вечер юмора, конечно же, потому что я все-таки автор юмористических рассказов. Это будет очень большой концерт с прекрасным коллективом Иванда Мария. Мы будем все петь «Дорога в жизнь», «Кружок колорит». В общем, приглашаю всех. Это будет такой, ну, хороший концерт. Двухчасовой минимум. Ну что ж, афиша очень насыщенная. Вот, на самом деле, на любой вкус. Сто процентов. Ждем читателей, посетителей, всех в Центральной библиотеке. Спасибо, что пришли. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки города Видное Марина Андрианова. Сотни юных жителей муниципалитета приняли участие в традиционном турнире по стритболу. «Спортшанс» – это площадка для отбора лучших команд на Куба губернатора Московской области. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Спортивные выходные – активное Подмосковье. Здесь, на площадке стадиона «Металлург», сотни участников открытого турнира по стритболу «Спортшанс» пришли побороться за право представлять Ленинский городской округ в Кубке губернатора. «Этот вид спорта, в котором можно играть на улице, он объединяет людей со всех дворов, спорт в массы. Это очень здорово, что такие соревнования проводятся сегодня здесь». Стритбол появился в 50-х годах прошлого столетия. От обычного баскетбола отличается упрощенной системой – всего три игрока и лишь одно кольцо. В турнире «Спортшанс» – четыре возрастные категории для юношей и две для девушек. Всего порядка сорока команд. «Эта двигательная активность приносит радость, удовольствие. Это достаточно эмоциональный вид, быстротечный, эмоциональный. Я считаю, что это, конечно, помогает развитию физической культуры и спорта в округе». Турнир любительский, однако участие в нем принимают и воспитанники спортивных школ муниципалитета. Здесь представители почти всех уголков Ленинского округа. «Мы рады, что каждый год проводятся такие соревнования. Они позволяют нам показать, чего мы достигли за этот промежуток времени в своей жизни». «Выбираю этот вид спорта, потому что есть возможность потолкаться с хорошими соперниками. Очень силовое, в отличие от баскетбола 5 на 5. Очень хорошие соперники, если так посмотреть, сильные люди пришли. Можно тоже оценить, как мы спрогрессивали за этот год». Команды-победители в каждой возрастной категории отправятся на Кубок губернатора Московской области. Региональный отборочный этап соревнований пройдет в июле. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok